руководителем вот этого проекта собственно меня сегодня если честно удивила реакция зала а можно чуть-чуть потише меня удивилась сегодня реакция зала относительно того что вообще мало кто знал как где найти данные там по школам и так далее ну то есть я думал это все так открыто и очевидно вот оказалось что нет собственно проекту больше года мы его начали делать под конкурс открытые финансовые данные минфина там взяли приз зрительских симпатий вот изначально проект был очень такой маленький мы его потом целый год масштабировали на регионы и вышли уже на второй конкурс где тоже победили собственно в декабре он был и за это время на самом деле проект очень сильно изменился там старой версии не осталось вот но я вам расскажу то что есть сейчас суть проекта он помогает родителям выбрать школу то есть мы стараемся собирать на сайте различную информацию не только открытые данные но и в том числе вручную либо там из других источников там некоторые города мы вытаскивали через депутатов загс собрания например некоторые данные и так далее что он из себя представляет непосредственно изначально у нас не было какого-то единого рейтинга по которым мы отбирали там школы либо их рейтинговали в итоге мы решили остановиться на игра несмотря на то что это далеко не очень такая хорошая методика просто рейтинговать по игре потому что они сильно объективно отражает там школы но на наш взгляд это лучшее что сейчас можно сделать из тех данных которые вообще доступны основные источники данных это базу фрум оттуда мы берем там финансы школ показатели их деятельности школьные проверки достаточно интересное тоже интересные данные именно по школам там где-то там очень много нарушений пожарной безопасности это все начинает отражаться в этих проверках потом мы берем закупки и контракты школы с госзатрат по ним можно узнать там какие учебники закупает школа там на что она вообще тратить деньги потом недавно примерно месяца два назад мы начали использовать вконтакте с той целью чтобы понять связать школы и университеты то есть понять например в каких там профилях кто указывает с каких школ какие университеты поступили это помогло как бы связи между школами университетами настроить то есть если вы там хотите поступить вышку то там можно узнать какие там школы надо пойти из которых преимущественно поступают вышку отдельная история связана с егэ никто не раскрывает только недавно москва очень ограниченном формате раскрыла их вот в основном мы их собираем вручную это происходит либо с отчетов школ то есть мы заходим на сайт школы находим там отчет какой-нибудь публичный и ищем там результаты и 2 более простой способ мы находили что некоторые комитеты по образованию различные муниципальные и региональные они начинают выкладывать мониторинги образования вместе с детализацией прям до средних баллов и гп школам вот мы начали оттуда сейчас это все прикрыли я чуть попозже расскажу почему вот и не собственно получилось примерно такое то есть мы начали строить рейтинге школ пег карты школ упоминание школ в сми мы ссылаемся на яндекс на взгляд это очень интересный инструмент то есть мы пока не выкачиваем новости к себе на сайт но это очень не такой отличный инструмент вообще репутации то есть если вы заходите на упоминание школ сми там очень много всего можно найти вплоть до того что там в конь школе не знаю там на выборах фальсификации происходили и так далее это все как бы остается на школах вот сейчас у нас 14 году в 10 регионах добавлено и как бы мы продолжаем по чуть чуть добавлять про взаимодействие журналистами мы пытались много взаимодействия журналистами потому что такая сфера про которую пишут очень много и интересно но до каких-то серьезных и интересных материалов у нас не получалось дойти то есть мы в основном все печатают просто там рейтинге г такие добавили у школы и на этом заканчиваются какой-то серьезные аналитики по максимум до зарплат доходило что строили рейтинг на зарплатах но другого кого-то фидбэк от журналистов у нас не получалось получить и пока это осталось на таком очень поверхностном уровне вот есть статьи которые писал наш аналитик по данным они на хаба у него есть вот можно будет там зайти посмотреть по различными для по кружкам он выкладывал по поступлениям вузы то что он из контакте вытаскивал вот здесь в основном в сми очень такие поверхностные не особо там аналитические материалы следующий большой наверно головой это отношение с властями у нас выступают потому что разным уровнем власти разным там федеральным органам не нравится то что мы делаем вот ну на самом деле все очень противоречиво то есть там открытому правительству нравится что мы делаем например там минфину нравится что мы делаем там руссоборнадзору очень не нравится что мы делаем муниципальным властям очень не нравится что мы делаем ну и они по разным там данным к нам начинают приставать там рособорнадзор при пристает то есть Муниципальные власти пристают по ЕГЭ и по зарплатам. Постоянно нам на e-mail приходят такие письма, чтобы мы вообще удаляли ЕГЭ, удаляли города и так далее. В Барнауле про нас ролик сняли двухминутный, где рассказали, что мы все это из-за денег делаем, это все ужасно вообще. И что Евгений Привалов сказал, что надо лично ходить в школу, а не сидеть в интернете и выбирать. Короче, какой-то полный бред нес. То есть на самом деле очень жалко, там такой сюжет сняли в конце, там дети у доски поют. То есть нам очень обидно, что из-за нас детей мучают, заставляют какие-то песни для этих сюжетов петь, там кого-то собирают. Вот, как-то так. Собственно, такой проект мы сейчас совместно с инфокультурой его дальше развиваем. Много планов скорее по взаимодействию с властями. То есть мы хотим все-таки попытаться поменять их мнение, то есть там с Розу Барнадзором повстречаться. То есть на самом деле мы согласны с тем, что результаты ЕГЭ не очень объективный такой рейтинг. Поэтому мы считаем, что надо открывать гораздо больше данных, чтобы не запрещать результаты ЕГЭ, а открывать больше данных, чтобы там у экспертов было возможности свои рейтинги составлять уже на большом объеме данных, на различных, которые будут более объективны, чем результаты ЕГЭ. Как-то так, все. Вопросы? Почему ЕГЭ не по рейтингу? И так далее. То есть начинают, так скажем, школы вообще правильно делить на какие-то кластеры. То есть они существуют в разных, так скажем, не знаю, там есть школы типа гимназии лучше, есть сельские школы. И это все на самом деле очень сильно влияет на результаты ЕГЭ. И результаты ЕГЭ не отражают там инфраструктуры. Во-вторых, там, не знаю, результаты ЕГЭ не может сказать, насколько хороший учитель в начальных классах. Потому что, например, начальную школу практически в 90% случаев выбирают по учителю, например. И то есть большой объем данных, он бы помог как-то вот таргетировать непосредственно пользователей, которые там хотят учителей узнать, хотят узнать там инфраструктуру, хотят узнать, насколько там безопасно в этой школе есть там видеонаблюдение и так далее или нет. Можно? Скажите, пожалуйста, а вот обрабатываете данные, я могу получить такую информацию, что в одной и той же школе, ну, например, биология это там 100 баллов, грубо говоря, средние, да, а в среднем по школе там 50. То есть из этих данных, короче говоря, оценку преподавателей можно вытаскивать или нет? Нет, на мой взгляд, оценивать преподавателей и вообще даже финансировать школы на основе баллов ЕГЭ, ну, не нужно. То есть это слишком простой, что ли, показатель, потому что вот можно, а про можно или нет? Вот можно ли, обрабатывая собранные вами данные, оценить уровень преподавателей по отдельным дисциплинам вот в школах? Если не до каждого преподавателей, то есть у нас есть средний балл ЕГЭ до школы. То есть мы можем сказать, что средний балл за 14-й год, там по биологии такой-то. По дисциплинам, да. Да, да, по дисциплинам у нас есть. То есть можете зайти на сайт russianschools.ru и там как бы, вот, и там посмотреть, насколько детализировано это все. Идея родилась, когда был как раз конкурс Минфина, и мы думали, что можно сделать, и поняли, что никто про школу не делал. А на самом деле на Базгоф.ру оказалось просто кладезь гигантское знаний. Там есть очень интересный такой раздел, это государственные муниципальные задания, каждая школа получает его. И некоторые муниципалитеты, они свои показатели в это задание вкладывают. И по сути, вытаскивая данные об этом задании, мы можем увидеть показатели конкретные, которые школа выполнила, ну, то есть данные этих показателей. То есть насколько там количество учителей, например, с высшим образованием, там количество олимпиадников, и это все спрятано не в Рособранадзоре или где-то, это есть все на сайте Базгоф.ру, и это можно вытаскивать как бы. Например, можно получить какие-то, допустим, такие вещи, например, сколько процентов вклад в оценки ЭЭГ дают, например, генетические особенности школьников, средовые особенности индивидуальные, строгость учителя, ну, скажем, особенности региона в целом, в которой воспитываются школьники и так далее. Нет, ничего такого на самом деле. Ну, то есть это слишком детально, и я бы не сказал, что можно вот даже вот к специалисту прийти в школу и суметь выделить там в этом балле ЭЭГ, там роль инфраструктуры, роль там репетитора, роль учителя, роль там атмосферы в этой школе. То есть это данными пока это очень тяжело сделать, и нет, мы не можем. То есть даже трудно отличить, что на учеников, а что на учителя, да, замыкается? Или просто, ну, ученики... Потому что есть просто средний балл по школе, по ЭЭГ, по конкретному предмету. Более, как бы детальнее ничего нет. Пока нет. Спасибо. Есть информация о том, что конкурсы, которые вы получили конкурсы, потому что принципиальные результаты, и первые, это связка учителя и ученики. Если в школу 10 человек на место, соответственно, там спадут более подготовленные ребята, мы им им это выпускного рода. Соответственно, эта информация, она... Вот, вообще, с конкурсами, как бы, отдельная история. То есть мы должны понимать, что в школе сейчас есть приоритет, там, прописки, поступления и так далее, и что, по сути, как таковых конкурсов юридически практически даже нет. То есть, ну, они, так скажем... Восьмые классы, вообще, вот сейчас наступает как раз весной, вот эта стадия, когда переходят ученики из одной школы в другой, это обычная практика, то есть несколько десятков московских школ сейчас проводят экземпляционно. Ну, окей, если говорить про московский, то есть мы изучали аудиторию просто, вот с Барнаула начинали большинство, конечно, как попадают школы, в которые они не попадают по прописке. Они начинают... Ну, это такая система, что ты должен, например, дошкольные курсы пройти у них, за которые ты должен заплатить, и вероятность того, что ты попадешь в эту школу, как бы, после этого, возрастает. Вообще, на самом деле, как бы, если мы возьмем не Москву, то мобильность между школами, она такая теневая очень. То есть практически все, ну... Дорогая регионика, такая практика у вас. Есть 3-4-10 школ, где конкурсы, которые школьные экземы, поступают, подумаешь, что получается, что это баллится. Вот, но по этим конкурсам, ну, то есть, если мы берем Базгофро, естественно, там финансы никакого отношения не имеют, и, ну, тяжело найти. Я, по-моему, даже в публичных отчетах нигде не находил, чтобы школы вообще выкладывали какие-то данные. Я не видел ни одного показателя конкурса человека на месте. Можно еще... Рособорнадзор не любит, потому что он не любит всех, кто строит рейтинги.